Посчитают всех, кому положены льготы или другие меры социальной поддержки. Такое решение было принято на пленарном заседании городского собрания депутатов. А вызвано это тем, что каждого гражданина страны, получающего меры социальной поддержки, вынесут в единую государственную систему социального обслуживания. Это касается героев соцтруда и полных кавалеров Ордена Трудовой Славы, почетных граждан Магнитогорска, почетных ветеранов, пенсионеров бюджетной сферы и еще нескольких категорий. О других вопросах повестки дня в репортаже Игоря Гурьянова. Массовку нынешнему пленарному заседанию создавали приглашенные специалисты и молодежная общественная палата, чьи представительницы упоенно внимали сухой бюджетной сфере. А именно вопросом формирования и использования городской казны был посвящен первый блок повестки дня. В начале традиционно расходной части, если лаконично, то в распределении финансов сохраняются социальные приоритеты. Более 74% или почти 5 миллиардов рублей за первую половину этого года были пущены на социалку, образование, культуру, спорт, здравоохранение и соцзащиту. Бюджетные планы на оставшиеся три месяца этого года и плановый период 2019 и 2020 годов позволяют как минимум уверенно смотреть в будущее. Увеличение исходных показателей составило 356 миллионов рублей за счет поступления из вышестоящих бюджетов. Сегодня задача депутатского корпуса и чиновников – грамотное освоение этих денег. За счет изменения плана по возбездным поступлениям из вышестоящих бюджетов Российской Федерации расходы на 2019 год уточнены и составили 12 миллиардов 37 миллионов 542 тысячи рублей. На 2020 год расходные обязательства составили 11 миллиардов 983 миллиона 484 тысячи рублей. Прошу данное уточнение принять. Стоит ли говорить, что данные уточнения были приняты единогласно, как, впрочем, и подавляющее большинство вопросов повестки дня. В следующий раз депутаты соберутся на пленарное заседание 30 октября. Одно из решений сегодняшнего пленарного заседания городского собрания носило ярко выраженный, как мы это привычно называем, социальный характер. Дело вот в чем. Муниципальное помещение по адресу Ворошилова, 16, передается решением депутатов. Безвозмездное пользование. Очень интересная некоммерческая организация. Она называется «Региональный кризисный центр защиты семьи, материнства и детства». Более благозвучное название вы видите на вывеске за моей спиной «Магнитогорский дом для мамы». Здесь нуждающиеся семьи, одинокие мамы, женщины с кризисной беременностью смогут получить реальную помощь. Особо нуждающиеся найдут здесь кров, одежду и еду. Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВН.